Это программа День с толком в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Цена на памперсы бьёт рекорды. Не станут ли дети слишком дорогим удовольствием? Наводнение круглый год. По какой причине жители улицы Кирова страдают из-за дождей и талых вод? Что надеть перед выходом из дома и брать ли с собой зонт? Метеорологи отмечают профессиональный праздник. Повторится ли демографическая яма конца 90-х прошлого века? Часть молодых барнаульцев, которые планировали беременность, не исключают перенос этого счастливого события. Объясняют просто. Экономика нестабильна, инфляция растёт, подгузники дорожают. С подробностями Анастасия Дороган. Непростой 2022-й малышка Оля, к счастью, не запомнит. Её круг интересов, мама, игрушки, заботы родителей шире, ползунки, памперсы. Импортные подгузники из-за подорожания уже пришлось заменить на отечественные. Остальное покупает не в магазинах. Мамы спасаются этой площадкой, авитовской площадкой. Если приобретать товары по полной цене, как они там представлены, я не знаю, какое нужно иметь состояние. Месячный запас сейчас стоит 4,5 тысячи рублей. Это 180 штук. Ровно месяц назад я могла купить 180 штук. В районе полутора тысяч. Для неработающего человека это очень ощутимо. Взлёт цены на памперсы, детские смеси шокируют молодых родителей. А ещё они замечают, что акции давненько не видели. Семьи, в которых дети уже появились, не перестают удивляться подорожанию. А те, кто лишь планирует пополнение, перепроверяют своё желание. Пока экономисты подсчитывают инфляцию, а промышленники – расцвет отечественного производства, историки успокаивают. Сейчас ситуация далека 90-х. Стабильный политический режим, социальные выплаты, демографической ямы не будет, если только как следствие того провала. Рождаемость в советский период, это 70-е годы, был коэффициент 2. Да, сегодня коэффициент 1,4-5, но опять же он связан именно с тем, что у нас на сегодня в материнство входят молодые девушки, которые родились в 90-е годы. Сексолог Виктория Акшибаева отмечает, что увлечение в это время действительно может стать меньше. Пока всё это транслируется в новостях, пока нам через новостные каналы показывают, что всё плохо, ужас, мы все умрём, страх выживания, конечно, либидо будет блокироваться, то есть сексуальное возбуждение будет в основном блокироваться, потому что это несопоставимо. Не просто было и в 2020-м. С рассветом пандемии у клиентов было снижение активности, но тогда объясняла Речла о жизни и смерти. Сейчас, не умаляя боевые действия, всё-таки признаем, происходят они далеко. На стабилизацию психики специалист даёт около полугода. Другой вопрос, что будет с рынком контрацепций без импорта. А то, может, и дождёмся бума деторождения. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Роза, тюльпан, хризантема. Список цветов российского производства достаточно скромный. До введения санкций основными поставщиками цветочников были Голландия, Эквадор, Италия и другие страны зарубежья. Но теперь позволить себе цветочную экзотику смогут не все. Подробности у Софии Яценко. Екатерина занимается флористикой порядка десяти лет. Из них шестой год ведёт свой цветочный бизнес. В Барнауле у женщины два салона. Цветы заказывала в основном из Голландии. 90% продукции было импортного производства. Но с появлением санкций и резким скачком иностранной валюты возникли серьёзные проблемы. Начиная от невозможности поставок, заканчивая сильно возросшими ценами. Маленькому магазину удерживать цены нереально. Реально удерживать цены крупным оптовикам, но они этого не делают. Пока цена вроде более-менее не настолько выросла, чтобы это было сильно критично. Но люди напуганы, люди приходят, спрашивают, у вас, наверное, вообще страшные цены. Предыдущие пару лет были сложными из-за пандемии. Старались искать варианты, чтобы продолжать вести бизнес. Как справляться в нынешних условиях, пока остаётся только гадать. Вот эти санкции, они же совершенно обоснованы, правильно, но поддержки государства нет никакой. То есть мы точно так же платим налоги, точно так же мы платим аренду. И цена у поставщика повышается, у нас, соответственно, тоже повышается. И, ну, как бы выживет, наверное, кто-то. Кто-то выживет. Проблемы не обошли стороной крупные цветочные сети. Несмотря на то, что договор с мировыми производителями пока ещё в силе, цены не радуют ни предпринимателей, ни их клиентов. Были такие варианты. Подходили к витрине, смотрели цены, смотрели, что можно выбрать, подобрать за ту стоимость, которая у них имеется. И некоторые разворачивались и уходили. Говорили, нет, мы не можем себе такого позволить. Это очень дорого. По словам Александра, если сравнивать с мартом прошлого года, то число покупателей уменьшилось приблизительно на 40%. Что ждёт цветочный бизнес дальше, прогнозировать, говорят, флористы, сложно. Возможно, придётся и вовсе отказаться от зарубежной экзотики, особенно маленьким магазинчикам. София Ценкова, Дим Быстревский, День с толком. Жители улицы Кирова, практически в центре города, вновь готовятся к потокам талых вод, которые в прямом смысле уничтожают их дома. Это происходит, считают пострадавшие из-за их соседа, самовольно заменившего водосточные трубы. О том, что приходится терпеть жильцам и как они пытаются бороться с обстоятельствами в нашем сюжете. На этих кадрах затопленные комнаты дома на улице Кирова. Проблемы с водостоком в окрестностях были и раньше, но в августе прошлого года после ливневых дождей вода хлынула внутрь жилища. Зашло под пола и вот от соседа уже всё через стену зашло к нам и было на 30 сантиметров. Вот, видите. После затопления одна из комнат оказалась почти полностью уничтожена. Хозяевам пришлось разобрать пол до земли, а мебель выбросить. Другая пострадала чуть меньше. Лаги удалось сохранить. Параллельно с этим ущерб из-за воды зафиксировали и в других домах. У меня астма. И вот нас топит это каждый год. Уже третий год. А как вы думаете, мне дышать этим воздухом? Я две или три недели откачивала из подпола насосом воду на улицу. Полная ограда была. Даже в подполе полный, полный и погреб. Всё, всё затоплено было. Всё, всё. Ну а сам там не заходило? Нет, вот маленько не хватало до пола. Также пострадала и сама улица Кирова. Осенью и весной жители вынуждены обращаться в МЧС, чтобы специалисты откачивали воду. Однако зимой дорога всё равно превращается в ледяной канал. Сейчас проезд по ней пришлось перекрыть, чтобы расколоть лёд. Причиной своих бед владельцы затопленных домов считают соседа, который, по их словам, самовольно установил трубы водоотведения меньшего диаметра. Вот сосед нам пишет. Всем доброго дня. Больше не существует возможности для отведения воды с улицы через наш дом. По вопросам водоотведения обращайтесь к администрации города. Это их прямая обязанность. И люди действительно обратились. Не только в администрацию города, а также в полицию и к губернатору. В ответ, говорят, получили лишь отписки. При этом на контакт не идёт и сам сосед. Несмотря на это, нам удалось поговорить с ним по телефону. Наша территория – это наша территория. Причём тут мы не обязаны вообще ничего пропускать и так далее. А вы связываете как-то всё-таки то, что замена трупов сказалась на комфорте от жизни других жильцов сейчас? Я связываю это с тем, что администрация города Барнаула никак не хочет выполнять свои прямые обязанности. Однако, согласно правилам благоустройства Барнаула, ответственность за пропуск талых вод лежит на владельце территории. Землевладельцы и землепользователи обеспечивают в весенний период пропуск талых, ливневых и паводковых вод. Содержание в надлежащем порядке проходящих водотоков, а также водосточных канав в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допуская подтопления участков, тротуаров, улиц и проездов. Осознав, что помощи ждать не приходится, жители улицы Кирова приняли решение бороться самостоятельно. В ближайшее время, уверяют владельцы затопленных домов, будет составлено заявление в суд. А пока продолжают готовиться к паводку. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. 30 детей-сирот из Алтайского края получат ключи от квартир в новом жилом доме в Новоалтайске. Оценить качество жилых помещений, а также проверить их на соответствование требованиям приехала специальная комиссия в лице представителей регионального жилищного управления, Краевой госинспекции, Роспотребнадзора, а также городской администрации. Подробности приемки новых квартир в сюжете Софии Яценко. От сантехники до пожарной безопасности. Прежде чем раздать ключи от долгожданного жилья, комиссия проверяет каждый угол. Важно все. Внутренняя отделка, минимальный набор оборудования, исправность стеклопакетов. Новый многоквартирный дом по улице Анатолия сдали в эксплуатацию в прошлом месяце. 30 жилых помещений от 32 до 35 квадратных метров в нем приобрели для детей-сирот. Просмотрели 30 квартир, пока недостатков никаких нет. Данный дом строился при строительном государственном надзоре. Он прошел все необходимые процедуры. Получено заключение о соответствии различным техническим регламентам. Получено разрешение на год. Только в Новоалтайске более 130 детей-сирот, которые ждут свое жилье. В этом году для них приобрели 45 квартир, но в планах купить еще. Мы действуем в рамках лимитов бюджетных обязательств, которые нам предоставляет и субъект федерации, и на федеральные деньги мы покупаем квартиры. Вот в этих пределах лимитов бюджетных обязательств мы планируем купить порядка 20-30 еще квартир. Однако из тех, кто заселился в предоставленное жилье в прошлом году, довольны условиями оказались не все. Если возникают какие-то подозрения на прессе, на промерзание стен, у нас есть экспертная организация, которая проводит экспертизу. Если такие квартиры мы выявляем, то есть такие факторы, что мы видим, что уже ни текущим, ни капитальным ремонтом не помочь, мы, наверное, будем рассматривать возможность переселения тех детей в эти новые квартиры. Всего в 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено почти 444 миллиона рублей. Эти средства, говорят ответственные, позволят заселить 221 нуждающегося. София Иценко, День с толком. Погода за окном не сильно похожа на 23 марта. А тем временем сегодня свой профессиональный праздник отмечают метеорологи всей планеты. Именно благодаря их данным мы знаем, что надеть перед выходом из дома и брать ли с собой зонт. Ирина Корчагина продолжит тему. Здесь у нас находится фильтрующая вакуумная остановка. То есть она обсасывает в себя частички грязи, а разу ли из воздуха. Каждые три часа днем и ночью Елена снимает показания. Загрязненность воздуха, температура, влажность, давление, облачность. Все данные отправляются в Новосибирск. И уже по этим характеристикам синоптики делают прогнозы. За 35 лет работы наблюдение стало для Елены образом жизни. Мои обязанности – наблюдение за погодой. Круглосуточное наблюдение. Не то, что там через каждые три часа. То есть я постоянно должна наблюдать. То есть вот начался снег, я должна отметить. Пошел дождь, я должна отметить. То есть ветер думал какой-то сильный. Я должна проштормить. То есть подать штормовой информации. Обязательно предупредить людей. Это теперь так выработалось. И дома просыпаешься в 4 часа, и в час ночи. То есть это да, выработалось. Регулярные метеорологические наблюдения в Барнауле проводят уже с 1838 года. На этой станции в научном городке также фиксируют, как погода влияет на сельское хозяйство. Зимой здесь наблюдают за промерзанием почвы, высотой снежного покрова, летом за влажностью почвы. Именно от этой информации и отталкиваются аграрии. Мы наблюдаем, также отправляем информацию в центр. Составляются определенные прогнозы, которые используются в дальнейшем сельхозпроизводителями. Наша станция, пожалуй, это, наверное, вот как песчинка в этой огромной, можно сказать, наверное, мировой сети. Не только сельское хозяйство, но и авиация, здравоохранение, служба борьбы с чрезвычайными ситуациями. Многие сферы нашей жизни так или иначе зависят от таких людей, как Елена и Ольга. Кстати, на некоторых станциях в Алтайском крае людей уже заменили на автоматику. Но совсем исключить человека из метеорологии невозможно. Существуют виды наблюдений, где все-таки необходим исключительно человеческий глаз. Представьте себе только, в одно и то же время наблюдатели всего мира выходят на площадку, снимают показания, передают телеграммы. То есть вот именно вот эта общность, что мы все вместе. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. 365 дней в году, 24 на 7 спасают пациентов врачи Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Многопрофильное учреждение в этом году отмечает юбилей. 125-летие со дня образования. В честь этого события в музее города открылась выставка, посвященная истории старейшей больницы. Слово Валентине Аскеровой. Первое переливание крови, первая операция на сердце, первая пластическая операция. Больница скорой медицинской помощи, первая не только по названию, но и по существу. За все время своего существования, это больше века, сотни тысяч пациентов получили первоклассную медицинскую помощь. Это сейчас больница состоит из пяти корпусов, а начиналось все в 1897 году, с семи коек. В честь юбилея 125-летия в музее города открылась выставка, посвященная истории старейшего в городе медучреждения. Маргарита Васильевна меня принимала. Когда еще административная часть находилась в бараке. Хирург Татьяна Костенко пришла в больницу после окончания Читинского университета. В Барнаул попала по распределению. В 70-х годах прошлого столетия в больнице не было современного высокотехнологичного оборудования. Ни УЗИ, ни тем более КТ. Медики спасали людей просто включая голову и работая на износ. Каждый день работа, потом дежурство и потом еще в день остаешься работать. Ну отдыхать, время было отдыхать. Уезжал на свой любимый Байкал. Подпитывались природой и снова работали. Продолжил врачебную династию Алексей Власов, внук известного на всю страну врача Александра Чеглецова, который впервые на Алтае. Провел операцию на сердце и спас жизнь молодому человеку после ножевого ранения. Дед умер в 57-м году. Я родился в 58-м. То есть я только помню его по рассказам. Бабушка рассказывала, когда они начали работать в Тосеево, дед увлекся хирургией. А тогда, в 20-е годы, очень много было тифозных больных, которые бесхозны были последствия гражданской войны. И, как говорится, трупы, они бесхозны валялись, они их находили. Ну и дед, чтобы анатомию изучать, ну вот, нанял одного там скотника, разожгли костер посреди площади у себя во дворе дома. Ну и начал этот труп варить. Пошла такая вонь, бабушка рассказывала, говорит, вся деревня разбежалась. Ну, говорит, доктор чудит, но, говорит, наука есть наука. Сегодня в больнице скорой медицинской помощи работают сотни многопрофильных врачей и медицинских сестер, оказывают помощь населению. Ну, а подробно об истории больницы можно узнать в музее «Город», полистать книги, посмотреть старинные фотографии, увидеть медицинские приборы прошлого столетия, которыми лечили пациентов в первой больнице города. Выставка работает с 10 утра до 6 вечера. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Вадим Быстревский. День с толком. Впервые на большие гастроли. Ансамбль песни и танца «Алтай» и коллектив русского танца «Огоньки» стали участниками федеральной программы «Мы – Россия». Около сотни коллективов мечтали попасть в график Росконцерта, и только 32 это сделали. Наши в том числе. До первого концерта на Дальнем Востоке осталось каких-то 10 дней. Что покажут, уже знает Анастасия Наборщикова. В 18 веке немцы в Сибири танцевали так. Спасаясь от холода, они пришивали на валенке дощечки. Сегодня на сцене ансамбль песни и танца «Алтай», который на Дальнем Востоке расскажет нашу историю народов. Мы попали в ранг профессиональных коллективов, которые достойны гастролировать под эгидой Росконцерта. Мы хотели показать обязательно многонациональную культуру нашего Алтайского края. Представить российской публике то, чего нет в другом регионе. Елена Березикова – кумандинка. Это тюркский народ, когда-то живущий на Алтае. Сейчас его история на сцене, а еще на страницах «Красной книги». В Хабаровск, Биробиджан, а еще в Белогорск ансамбль везет целый концерт. В танце зритель узнает о жизни татар и казахов. Всего 15 номеров и спектакль о евреях – блуждающие звезды. Национальные костюмы сегодня стоят баснословных денег. На гастроли артисты собирают их сами. Пока закидывают в кофр платье и сапожки, смотрят все ли подшито и готово. Вышита ли? Чувашская шапочка. Что можно понять об обладательнице этой шапочке? Здесь можно понять, что девушка не из бедной семьи. Эти головные уборы украшались реальным серебром, реальным золотом, медью, монетами, которыми можно было рассчитываться. По сути, это такой кошелек на голове. На всероссийские гастроли отправятся три десятка коллективов. Проект «Мы – Россия» – это концерты в 120 городах, где пройдет около 300 представлений. Нашу историю расскажут сразу два коллектива – Национальный ансамбль «Алтай» и Народный коллектив «Огоньки». На Дальний Восток они отправятся совсем скоро, а пока обкатывают программу. Концерт всероссийского масштаба ансамбля «Алтай» уже увидели в Поспельхинском и Первомайском районах. Анастасия Набурщикова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...